Ну и вот, друзья, третья часть моего видео об Осборнхаус. Это я дошла до побережья Осборнхаус. Вот великолепный вид на пролив Соланд наш опять. Вот отсюда. Это вот этот вот бич называется так. Пляж или кост побережья. Которая как раз использовали слуги Виктории, сама Виктория и все ведомочадцы, которые проживали в Осборнхаус. Вот здесь детки купались, переодевались, загорали. Вот сейчас покажу вам там, видите, зеленая вот эта вот. Это такая вот перевозная переодевалка, если я помню правильно. Сейчас подойдем поближе, я вам покажу. Ну вот, можно посидеть, расслабиться, видите. Многие так и делают. Приходят сюда на целый день. Для того, чтобы попасть на территорию Осборнхаус, надо заплатить, друзья, 17 пунктов с человека. В общем, это не так и мало. Ну и вот, если уж люди идут сюда, если едут уж, то они, конечно, едут на целый день. Вот с 8 утра до 6 вечера здесь закрывается. И поэтому вот они уж наслаждаются на целый день. Знаете, купил билет, значит, хочет получить по полной уже все от того, что заплачено. Ну вот, я подошла поближе. Опять не вижу, друзья, но такое солнце светит прямо в глаза. Ну да, я правильно помню, что это вот специально для королев Виктории вот была построена такая, видите, переносная, пересамоходная раздевалка на море. И вот здесь даже, как обычно, вот такая доска, которая объясняет это все. И вот внизу, видите, фотографию. Это вот такой купальный костюм в те времена применялся для женщин при купании. И вот там выше у нее, видите, вот как раз вот эта вот раздевалка, которую я вам показываю. Вот она была построена специально для Виктории, видите. А вот такие кусочки истории. И вот она вот здесь у нас такая. Это переодевалка. И уж такие, конечно, костюмы, в которых они купались, бедные. Там вообще, по-моему, как платье с длинным рукавом, видели? Вот так вот было раньше все. Это была построена раздевалка в 1846 году. Вот специально для королевы Виктории. Потом она ее использовала довольно долго, в течение пяти лет. Пользовались с принцем Альбертом. Ну, это женская раздевалка. Вот она пользовалась ей пять лет потом. А здесь очень много белок. Бегает. Но вот, к сожалению, опять я не успела. Вот сидели две белки на тропиночке, пока я включила камеру. А они убежали, хвосты только задрав. По поводу белок. Что могу сказать опять? Интересная такая история английская. У них есть Red Squirrel. Красные белки, обычные рыжие, так по-насому скажем. И серые белки. Grey Squirrel. Так вот, ни один англичанин Grey Squirrel никогда серую белку не будет кормить, если увидит. И он всегда будет кормить рыжую. А вот серую как-то игнорируют они и не любят. А почему опять? А потому что красные белки, рыжие. Это вот именно они и английские белки. А вот эти серые белки, они пришлые. Они завезены сюда были. И поэтому вот опять, понимаете, какой консерватизм. Вот даже белок они чужих не любят. Понимаете? Ну и вот такие здесь кругом исторические места. Вот если только себе представить, что здесь когда-то, сто лет назад, не так давно гуляли королева Виктория, принц Альберт и все их девять детей. То это, знаете, как-то немножко будоражит воображение. Эта территория пляжа относится к Осборнхаус. И, в общем, она закрытая считается. Сюда можно только, ну если только на лодке, может быть, причалить попасть. А так вы не попадете по берегу. Там нам будет все закрыто и правят территория считается. Вот только надо сверху идти оттуда полтора километра. На Сосборнхаус. Вот. По тропинке приходить сюда. Ну, конечно, как вы понимаете, королева вряд ли гуляла пешком полтора километра с маленькими детьми. У нее были пони. Пони-кони. И, наверное, на каких-то упряжках они приезжали сюда. И вот это все происходило так, что загорали, купались. Это считается у них юг Англии. Самое теплое место, как я говорила. Это практически как у нас в Сочи, понимаете. Наверное, так. Вот. И вот такая еще одна жемчужина нашего острова Эллоу-Вайт. Осборнхаус. Который я сегодня вам показала во всей красе. А вот он тоже именно у нас на острове. И я слышала, что кто-то к нам собирается на остров. Потому что мои видео подвигли приехать сюда со своим молодым человеком посмотреть наш остров. Я, как говорится, велкам. Я очень рада. Потому что это, на самом деле, очень красивое место. И очень много можно здесь посмотреть, что-то познать. Историческое. И просто красивые места. И обязательно вот этот Миддлс, который находится на западе острова. Это все, оно остается, конечно, потом надолго в воспоминаниях. Поэтому welcome всех на наш остров Эллоу-Вайт. Полон который неожиданностями, сюрпризами и красотами. А я на этом с вами прощаюсь, друзья. До встречи. Удачи. Пока-пока.